Ребята, всем большой привет! Меня зовут Света. Добро пожаловать обратно на мой канал Лени Лоренс. В этом ролике я хочу вам рассказать о том, что такое вообще трёхмесячный и двухмесячный щенок в доме и почему бельгийская овчарка, самая маленькая овчарка в мире, шиперки, не очень так подходит для неопытного владельца. Друзья, я также подготовлю для вас в, на самом деле, не очень скором будущем, вообще более подробное, конкретное видео про породу шиперки. Но я не буду совершать былых ошибок, потому что в своё время я сделала такое видео про Линду, про Бэшо, слишком рано. Слишком рано, потому что шесть месяцев ты ещё, ну скажем так, не очень понимаешь породы, не очень ею проникаешься. И как минимум такие видео про породу владельцам нужно снимать, наверное, в год. А то, может быть, даже попозже. Поэтому про Люсика такое видео выйдет не ранее его годового взросления. Но в этом ролике я хочу рассказать вам непосредственно, что такое вообще трёхмесячный щенок. Любой щенок, наверное, ну, стоит подчеркнуть, активный щенок, очень энергичный, не флегматичный совершенно. И что это такое вообще в доме? Каким образом строится мой график жизни? Как я себя чувствую? И тем, кто хочет, наверное, завести собаку, к чему нужно быть готовым. Окей, поехали, друзья. Итак, первое, что я хочу рассказать о том, что Люсик живёт у нас уже месяц. И этот месяц я не высыпаюсь вообще просто тотально и категорически. Не потому что я встаю ночью. Ночью я вставала, наверное, первые три дня, первые три ночи, потому что у Люсика было категорическое отсутствие какой-либо дисциплины, режима, графика жизни и так далее. Потому что, скорее всего, там, где он был раньше у Заводчиц, там было дофига собак, они постоянно лаяли. Ну, о какой дисциплине говорить, потому что Лизаводчица там, у неё и так времени дофига, у неё там ещё был помёт дамперманов, щенков. Ей там лишь бы убрать за ними, покормить по часам, погулять со старшими собаками. Это, короче, там совершенно не до какой дисциплины. И мы начали его постепенно приучать. Но стоит ли говорить о том, стоит ли вообще подчёркивать то, что я не высыпаюсь по сей день. И это с учётом того, друзья, что я жаворонок, что я обожаю утро, я обожаю гулять по утрам. Я обожаю... Просто обожаю утро, блин. Я люблю ранние подъёмы. Для меня там встать в 6 утра, в принципе, это никогда не было проблемой, а то и раньше. Но, ребята, маленький щенок — это очень ранние подъёмы. Не потому что нужно, и вы встаёте, и будете щенка, а потому что он будет у вас. В нашем случае в последние дни, например, Люсик настолько полюбил ранние подъёмы, он спокойно спит всю ночь. Но примерно в 5 утра он начинает, что называется, просыпаться. Просыпаться — это значит, кошка пошла в лоток, кошка тут что-то пошумела, и он начинает бухтеть. Не лаять прям, не как-то так мерзко, а нарушать покой хозяев. Просто типа что-то вроде... Вот это очень мило звучит, но мило-мило. Но я всё-таки просыпаюсь, и когда я просыпаюсь, уснуть я уже не могу. И что мне остаётся делать? Вставать, вставать, одеваться и идти с Люсиком на прогулку, особенно если он ещё за ночь не сделал никаких грязных дел, и идти гулять. Я уже писала также в своём блоге на Дзене, сколько раз вообще в день я гуляю, гуляю очень-очень часто. Ну как очень часто? У меня две собаки, вы учтите. Потому что если бы был, допустим, один Люсик, наверное, ну это не было бы так часто, потому что я всё-таки считаю, одну прогулку минимум уделять Линде отдельно. И гулять с ними прям вместе, каждую прогулку, это пока что трудновато, потому что Люсик ещё совсем маленький, и их темпы с Линдой не совпадают. Люсик медленно ходит. У него маленькие лапки, блин, он совершенно маленькое существо. Я иду медленным шагом, а для Люсика это очень быстро, он почти бежит за мной, ему трудно. Ещё преодолевать препятствия в виде бордюров, сугробов. Блин, это для него как настоящие огромные холмы, Эвересты. А Линда это же вообще собака, собака-молния, собака-ракета, которая идёт вперёд, тянет спокойно и спокойно. Как можно тянуть спокойно? Не, спокойно тянет. И Люсик бежит где-то сзади и пытается за нами поспевать. В таком случае я просто предпочитаю отпустить Линду с поводка, что рискованно, потому что мы живём в спальном районе Москвы. И, блин, может схомячить какую-то гадость. Люди там много чего бросают, всякой фигни. Машины везде ездят, блин. И приходится отпускать просто на каком-то крохотном промежутке, в озоне, не знаю, как сказать. Под балконами даже иногда приходится гулять, потому что мест просто нет. Негде гулять, негде отпускать собаку. И в это время заниматься с Люсиком. То есть совместные прогулки пока что трудно. Выходим просто на 10 минут вдвоём, чтобы они сделали свои дела. Отдельные истории заслуживают то, как трудно убирать за животными экскременты, когда их двое. Особенно если двое на поводках. О, боже, это просто жесть, это так трудно. Я даже не думала, об этом никто не пишет. Ребята, почему об этом никто не говорит, как трудно убирать за ними? Потому что одно дело, когда две собаки не убегают, стоят рядышком. А другое дело, когда Люсику всё интересно, и я всё боюсь, что он просто попадёт под машину. У нас активное движение в районе, и нужно всегда глаз на глаз. А с Люсиком я сейчас на рулетке. Я не знаю, у меня тоже двоякое отношение к рулетке. Оно, с одной стороны, мне нравится сейчас, с другой стороны, не нравится. Но об этом, наверное, будет какое-нибудь следующее видео. Кормление по часам. Ну, я думаю, в этом нет совершенно ничего сложного. Люсик ест 4 раза в день. То есть совершенно, как обычный щенок, ребёнок. Я думаю, здесь никаких трудностей ни у кого не возникнет. Другое дело, что вы, если работаете и дома никого нет, то, конечно, желательно, чтобы кто-то приходил и кормил собаку ваше отсутствие. Потому что щенки должны есть строго по часам. И нельзя делать очень больших перерывов. То есть тоже понятно. Что ещё такое маленький щенок? Ну да, помимо того, что я очень не высыпаюсь. И вы знаете, вы можете сказать, ну что, погуляла там всё с 7 утра, легла дальше спать. Да нет, ребята, вы что? Какое спать? Ребята поели. У них начинаются весёлые игры. Весёлые игры, они не просто сидят на лежаночке и мирно покусывают друг друга за бока. Они хватают игрушки, бесятся, издают разные звуки, шумят тапочками, сбивают своими попами мне стеллаж. То есть нет, нет, это невозможно спать. Ты просто лежишь в кровати, ещё не умытый, ещё сонный, идёшь, делаешь кофе, берёшь этот кофе и возвращаешься в кровать. Долго лежать не получится, потому что за ребятами нужно следить, потому что они могут терроризировать кошку. Опять-таки, Люсик может погрызть провода, потом он может нагадиться. Это уже следующая тема. Гадят щенки в таком возрасте очень-очень много. Если вы думаете, что вы будете очень-очень-очень много гулять, и дома не будет никаких кучек и лужиц, то вы очень-очень ошибаетесь. Я, по крайней мере, ошибалась. Я не ожидала, что вообще щенки... Я просто не помню. У меня была первая собака, мы взяли её в полтора месяца, вообще совсем маленькая. Она два месяца у нас сидела просто дома на карантине. Моя память, видимо, забыла, что такое уборка за щенком. Линду же мы взяли в четыре месяца, и она уже гуляла на улице так, достаточно свободно, и дома она ничего не делала. Но двухмесячный, трехмесячный щенок – это, вы знаете, такой производитель экскрементов, да. И мне иногда кажется, что он столько не пьёт воды, сколько он из себя её выливает. То есть это постоянная уборка. И, кстати, да, ребята, маленький лайфхак. Чтобы не носиться с тряпками, швабрами, не выжимать всё это и не мучиться, просто приобрести бумажные полотенца и влажные салфетки. Вот сейчас для меня это просто спасение. Это буквально два движения. С сухой салфеткой промокнули, влажные протёрли, выкинули в мусор. Всё замечательно, всё очень просто. Плюс у нас здесь очень хороший пол. Это не паркет, это не ламинат. У нас здесь выжима плитка. Эта плитка просто ещё здесь нас всех переживёт. То есть ей никого вреда от этого, от луж нет. Ну, главное, поскорее всё это убирать, пока она в швы не впиталась. А так, в принципе, достаточно без проблем. Ну да, уборка – это постоянно. Вне зависимости от того, сколько вы гуляете. Щенок ещё не умеет терпеть. Люсик ничего не терпит. Он может во время игры просто разыграться. Такой, опа, ой, я же писать хочу. И сидит. И сыт. Как бы ругать за это тоже бесполезно, потому что он ещё очень-очень маленький. Я иногда, когда он там наделает кучку, могу сказать, ай-яй-яй, надо ходить на улицу гулять. Вот. Но пока что не вижу особого смысла за это как-то ругать. Пока что. В будущем посмотрим. Ну да. Такой момент. Вот знаете, у меня ещё закрадывается такая мысль. А вот если бы у меня был один только маленький Люсик, а Линды бы не было, было бы вот проще или легче? Я задала вопрос своему мужу. Он сказал, так совершенно не думая, типа, ну, конечно же, было бы труднее. Потому что Линда, она постоянно за ним следит. Она с ним играет. Вот сейчас, пока я тут настраивала свет, тут носила макияж, готовилась к видео, читала статьи, планы. А вот Линда развлекала Люсика. Они вместе тут играют, носятся, что-то делают, перетягивают игрушки. Им вместе весело. Если бы Линды не было, то вот этой всей работой пришлось бы заниматься мне. И это с учёным того, что я и так с ним очень много занимаюсь постоянно. Я с ним играю, и на улице мы с ним команду повторяем. Ходим рядом, берём лакомство. То есть у меня стопроцентное внимание на нём. И если бы не было Линды, то вот эти несколько часов в день мне приходилось бы ещё больше с ним заниматься. А так она мне даёт маленький-маленький такой отдых. И это очень здорово. Я очень, на самом деле, благодарна Линде. Плюс уличные прогулки всё равно получаются более продуктивными. Вот совместные именно, потому что он смотрит на Линду, что она делает, как она себя ведёт. Учится с ней как-то взаимодействовать на улице, бегать за ней. И воспринимает вот нашу такую маленькую семью как стаю уже. Да, две собаки, это ведь уже стая. Поэтому в этом тоже есть некоторые свои плюсы. Да и, блин, как можно представить свою жизнь без Линды или без Люсика? Я вот, честно, уже не могу. И вы знаете, такой очень интересный момент, когда я раньше, в общем, в прошлом, я так стыдно говорить об этом, но я боялась, что вот у меня появится вторая собака, а я не смогу её полюбить. Ну, знаете, вот у меня Линда, она со мной уже шесть лет, уже седьмой год пошёл. Я её очень люблю. Настолько сильно, что просто, ну, это не собака для меня. Это член семьи, это родная, родственная душа, это просто лучший друг. Я не воспринимаю её как собаку даже. И думаю, а смогу ли я полюбить так же вторую? И хватит ли меня вот любви на вторую собаку? И сейчас я смотрю на Люсику и думаю, какая дебилка была, блин. Как я могла вообще такие мысли думать, обдумывать в своей головке? Блин, тут смотришь на него, как он сопит, как он свою вот эту улыбочку давит. И аж слёзы выступают на глаз, думаешь, какой же он классный, какой же он прикольный. Как же я его люблю. И вот эта вот мысль, она просто, она испарилась просто сразу же. И как только я взяла Люсика на руки у заводчицы. Я помню, мы сели с ней в машину, я сидела в машине и плакала. Впервые, наверное, в жизни своей я плакала от счастья. Мне кажется, я никогда в своей жизни не плакала от счастья. Вот, не знаю, это было, знаете, как в кино бывает, люди там плачут от счастья. В жизни я никогда такого не испытывала. И только взяв на руки вот этого волчонка чёрного, с таким мокрым носиком, такими милыми глазёнками, ушками, такой ещё трусливый, всего боится, сожмётся к тебе таким комочком, и всё. И у меня слёзы приезжают. Я не понимала, что со мной происходит, что это такое вообще слёзы, счастье. Почему я плачу? В общем, друзья, я испытываю это на себе. Это очень странная эмоция, потому что ты плачешь, но ты ещё не понимаешь, от чего ты плачешь. Типа, вроде всё хорошо, слёзы текут. Это очень странно, действительно. Очень непривычно. Поэтому, друзья, маленький... Подвожу итоги, да. Маленький щенок — это очень трудно. Это колоссальное внимание. Это очень много времени. Да, я повторюсь, что я не представляю, как можно работать полный день где-то, и чтобы дома там никто с ним не сидел, не следил за ним. То есть это очень трудно. Я очень рада, что я работаю на удалёнке, поэтому... Да, кстати говоря, я думаю, если бы я работала вообще где-то в офисе, на обычной очной работе, то я бы вообще, наверное, не завела собаку. Ну, завела, но только в том случае, если в офис можно было бы ходить с собакой только тогда. Потому что реально очень много времени. Я бы съела себя чувством вины, что я не уделяю достаточно внимания животным. Ну да, я такая. Я гиперответственный человек. Иногда это доходит до некоего маразма. Мой муж называет меня «насетка». Это ужасное оскорбление для меня. Для меня. Совершенно нехозяйственного человека, у которого, думаю, часто срач. Который носит одну и ту же майку везде. Который... Как вам сказать? Я человек, я называю это гранж. И не скажу, что я какая-то неаккуратная. Но просто я в своей жизни делаю приоритет на несколько другие вещи. Красота там, одежда и прочего для меня особо не важно. В общем, и при этом меня называют «насеткой». И ты такая, блин, как курица какая-то с яйцами носится. Ну, блин, реально. Это, может быть, даже имеет какую-то правдивую подоплеку под собой. Так что, друзья, я думаю, с каким вопросом к вам обратиться. Вот если у вас уже был маленький щенок такого же примерно возраста, расскажите, оно было так же у вас? Или было все-таки немножко полайтовее? И если вы собираетесь завести щенка, то каким образом вы представляете свои будущие будни? Такими же розовыми, прекрасными, завышенными и люсически наполненными. А, кстати, знаете, как мы еще называем люсика? Ну, по секрету. Потому что, когда он вырастет, я не хочу, чтобы он об этом узнал. Что мы его, ну, так, по секрету между собой так называли. Люсик писала, какала, пруделала. Все, друзья, на этом я завершаю свое видео. Любите песиков и они обязательно ответят вам тем же. Все, пока-пока. Оставляйте свои запросы, комментарии под видео. Не забывайте подписываться на мой инстаграм, читать наш блог на Дзене, псы городских и краен. И до встречи. Пока-пока.